Единый госэкзамен предлагают сделать добровольно. Такое предложение выдвинули депутаты Московской областной думы. Законотворцы хотят вернуть устный экзамен в качестве альтернативы ЕГЭ, сообщает интернет-издание. Например, по мнению зампредседателя Мособлдумы по вопросам образования Татьяны Ордынской, обязательная форма испытания в виде ЕГЭ уже давно не может быть приемлема для всех. Выпускник должен выбирать, причем самостоятельно. Продолжение следует... И вот как идея депутатов Московской областной думы прокомментировала преподаватель русского языка и литературы Первой городской школы Ольга Ястрикова. Я думаю, что добровольная основа сдачи единого государственного экзамена это вполне допустимый вариант решения вопроса, связанного с возникновением стрессовых ситуаций разного уровня. У нас очень много средних специальных учебных заведений, которые принимают абитуриентов на основе конкурса документа об образовании. Поэтому, может быть, не всем обязательно сдавать ЕГЭ, хотя большинство, я думаю, будут сдавать в форме ЕГЭ, так как это все-таки шаг к поступлению в высшее учебное заведение. Но, опять-таки, добровольная основа сдачи ЕГЭ хороша еще тем, что если ребенок сомневается в уровне своих знаний по математике, а поступать будет в какое-то гуманитарное учебное заведение, то он может себя освободить от необходимости сдавать ЕГЭ по математике. А вот премьер Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не будет отказываться от ЕГЭ, потому что весь мир использует именно такие тесты. Прежний вариант экзаменов в школе он назвал прошлым веком. Скажем по-честному, все мы сдавали эти экзамены. В значительной мере результат на экзамене был зависим от отношений между учеником и учителем. Кто кого любит, кто кого не любит. В результате ЕГЭ у большего количества выпускников появилась возможность подавать документы в различные университеты и поступать, отметил Дмитрий Медведев. Напомню, законопроект, который предлагает вернуть устный экзамен, сейчас находится на стадии разработки. Продолжение следует...